Вести Карачаева, Черкесия В Пятигорске состоялось совещание полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки с участием глав регионов округа. Карачаев-Черкесию представил руководитель администрации, главы и правительства республики Муратозов. Обсуждена организация гуманитарной и технической помощи участникам специальной военной операции. Представитель главы государства в округе напомнил руководителям регионов о личной ответственности за решение вопросов, обеспечивая всем необходимым бойцов на передовой. Юрий Чайка также подчеркнул важность неукоснительного выполнения социальных гарантий военнослужащих, добровольцев и членов их семей. Отдельным пунктом повестки и совещания стало развитие военно-патриотической работы в регионах. Отмечено, что главам субъектов Северокавказского федерального округа необходимо усилить информационную деятельность и взаимодействие с молодежными движениями. Юрий Чайка подчеркнул, что к военно-патриотической работе ни в коем случае нельзя подходить с формализмом. Требуется личное общение с молодыми людьми для формирования объективного мнения по актуальным вопросам общественно-политического развития субъекта и страны в целом. В этом году республиканская программа по обустройству мини-садов интенсивного типа будет реализована на территориях личных подсобных хозяйств в трех районах Карачащики. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Анзор Баташев. Данный проект был предусмотрен до 2022 года. За этот период мы успели все районы охватить. В каждом районе было кооперативно и было заложено более 30 гектаров садов. 315, если не ошибаюсь, личных подсобных хозяйств. С этого года по поручению Реши-Пориспевича мы продлили региональную программу. И как минимум до 2022 года данная программа будет работать. В этом году планируется хватить три района поддержать третьих хозяйств и оперативных. Соответственно, это получится где-то 90 личных подсобных хозяйств. Глава администрации Узджигутинского района Мурат Лайпанов и генеральный директор Кавказ-Цемента Владимир Сокольцов подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ предусматривает, что предприятие вложит средства в развитие инфраструктуры Узджигуты и будет действовать до конца 2025 года с возможностью продления. В течение трех лет завод направит финансовые средства на объекты социальной сферы порядка 50 миллионов рублей. В этом году будет оказана помощь под шеф на городской школе номер 2, детскому саду Тополёке и продолжена работа по благоустройству территории детского дома-интерната «Забота». Завод также участвует в реализации важной инициативы – благоустройстве Центрального городского парка в Узджигуте. Проект парка победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Городской парк порадует своих посетителей интересными арт-объектами, функциональными зонами отдыха и детским игровым комплексом. В ауле Адыгихабль досрочно завершен капитальный ремонт берегоукрепительной дамбы на реке Малый Зеленчук протяженностью 2 километра 400 метров. Ремонт дамбы позволит защитить порядка пяти сотен человек их домовладений при усадебных участках, расположенных на площади затопления более 50 гектаров. В зоне возможного подтопления также располагались объекты инфраструктуры населенного пункта. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от паводка в размере более 1 миллиарда рублей. Напомним, также досрочно завершились работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Ишкакон в селе Джага. А в июле прошлого года досрочно завершены работы по ремонту также двух дамб на реке Тиберда в Карачаевске. «Единая Россия» и «Молодая гвардия» партии передали спецтехнику и экипировку военным. Для 144-й гвардейской мотострелковой ельнинской дивизии в ЛНР волонтеры партии привезли печи для блиндажей и промышленный генератор. Активисты «Молодой гвардии» доставили помощь трем подразделениям российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Запорожском, Угледарском и Авдеевском направлениях. Бойцам передали тактические наушники, планшеты, продукты и медикаменты, полевые рации, а также рации для машин и специализированную одежду. Кроме того, очередная партия груза для военнослужащих и мобилизованных из Карачаев-Черкесии, которые проходят службу в составе сотой отдельной разведывательной бригады, доставлена в местонахождение наших ребят. Термобелье, теплые вещи и носки, продукты питания, сладости, газовые баллончики – все это собрали воспитанники и тренеры комплексной спортивной школы «Победа» под руководством депутата Думы Черкесии Азамата Кубанова. К акции присоединился социальный пункт помощи Николь Нуголока, а также жители Хабецкого района, которые обеспечили доставку ценного груза нашим ребятам в зону проведения специальной военной операции. Всего же с 22 февраля из Карачаев-Черкесии отправлено 55 партий гуманитарной помощи общим весом более 585 тонн. На передовую нашим защитникам отправили теплые вещи. По инициативе депутата парламента Карачаев-Черкесии Ильяса Тикеева в зону проведения специальной военной операции отправлено 1000 партий теплых носков и более 200 свитеров, связанных с заботливыми руками бабушек аула «Верхняя Тиберда». В каждое шерстяное изделие вложена любовь и забота наших уважаемых бабушек о тех парнях, которые сейчас сражаются на передовой. Пусть они чувствуют нашу поддержку и знают, что их ждут дома, сказал Ильяс Тикеев. В России появится единый бренд «Сделано на Кавказе». Роскачество и Единый институт развития регионов Северного Кавказа, акционерного общества «Кавказ-РФ» начали разработку системы добровольной сертификации «Сделано на Кавказе». Продукцию планируют маркировать специальным знаком для популяризации территории производства и дополнительной гарантии качества. Сертификацию таких товаров будет осуществлять орган по сертификации под ведомственный Роскачеству. Так, производители, зарегистрированные в системе сертификации, будут занесены в специально открытый реестр и получат ряд преимуществ, в том числе возможность параллельной сертификации продукции на соответствии с стандартам «Халяль», а также требованиям органической и зеленой продукции, ускоренное получение российского знака качества. Помимо этого, предприятия под брендом «Сделано на Кавказе» смогут пройти диагностику эффективности бизнес-процессов, приняв участие в премии Производства России в области качества. Это позволит производителям провести системную работу по повышению производительности, развитию систем менеджмента качества. Кроме того, зарегистрированные в системе товары получат дополнительную поддержку от Роскачества в продвижении в федеральных торговых сетях. Среди всех возрастных контингентов прирост стал положительным. Показатель прироста составил 16%, при этом самый высокий показатель среди школьников – 7-14 лет. Высокогорный молодежный форум «Махар», который проводится в Карачао-Чекесе, как мы уже сообщали, получил статус Всероссийского форума. Республика выиграла в конкурсе по отбору площадок для организаций и проведении федерального конкурса молодежных проектов, а также получение статуса федеральных окружных форумов. Подробности у министра по делам молодежи республики Ибрагима Татаркулова. Форум организуется и проводится на территории субъекта с 2008 года на базе Карачао-Чекесского государственного университета. Следует обратить внимание на то, что в этом году «Махар» также, как и в прошлом, пройдет в августе. Предоставление федерального статуса в организации и проведении форумной площадки дает следующие преимущества для региона. Преимущество номер первое. Это, конечно, социальная значимость. То есть это впервые в Карачао-Черкесской республике будет организован и проведен федеральный Всероссийский форум, инициаторами которого и является сама Карачао-Черкесия и история самого проведения форума «Карачао-Черкесская республика». Значит, затем, помимо этого, это софинансирование в организации и проведении из федерального бюджета данного форумного мероприятия. Значит, следующее – это проведение грантовой площадки, в рамках которой предполагаемый грантовый фонд будет составлять более 15 миллионов рублей на инициативу физических лиц из числа молодежи Российской Федерации. То есть не только сам форум будет всероссийским, но, помимо этого, и форумная площадка. Она получила статус всероссийского грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи. На 12-километровом участке подъезда к Черкесску расширяют земляное полотно до двух новых полос движения. Речь идет о переводе в четырехполосное исполнение отрезка трассы Р-217 «Кавказ» на подъезд к Черкесску с 51 по 63 километр от съезда в село Садовое до пересечения Ставропольской и набережной улиц в республиканской столице, комментирует пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Милана Тхамокова. Задействовано более 60 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих. Итогом станет повышение уровня транспортной безопасности и пропускной способности загруженного участка дороги. Ежедневно здесь проезжают до 20 тысяч автомобилей. После ввода объекта в эксплуатацию 26 из 36 километров данной автодороги на территории республики станут четырехполосными. С начала работ в апреле 2022 дорожники по заказу Фокол Польдор «Кавказ» переустроили коммуникации и выполнили фрезерование изношенного покрытия. В настоящее время на отдельных участках расширяют земляное полотно, устраивают основание, нижние слои дорожной одежды и слои асфальтобетона. Всего на объекте устроят три слоя асфальтобетона, где верхний щебеночно-мастичный. По такому же принципу отремонтируют 67 примыканий и пересечений. Для обеспечения пропуска воды под дорогой переустроят 9 водопропускных труб. Сейчас работы ведутся на трех из них. За минувший год 106 семей Карачао-Черкесии распорядились материнским капиталом на строительство или реконструкцию частного жилого дома. Всего по этим направлениям расходования средств региональным отделением социального фонда было перечислено порядка 30 миллионов 300 тысяч рублей. Деньги выделялись на строительство нового жилья, расширение имеющейся жилоплощади, либо для компенсации затрат на уже построенный или реконструированный дом. Использование материнского капитала при строительстве жилья осуществляется в два этапа. Сразу после удовлетворения заявления владельцу сертификата перечисляется половина запрашиваемой суммы. Оставшиеся средства направляются после проведения основных работ по возведению или реконструкции дома. Если работы выполняет строительная организация, средства перечисляются ей напрямую, причем сразу всей суммой. Скоростной молочный коктейль из Черкеска попала в Невиномыск за 28 минут. Комментирует государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. В марте Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе анализа данных, размещенных в электронной системе «Меркурий», установлена сверхбыстрая доставка молочной продукции между регионами. Индивидуальный предприниматель Кипкеев из города Черкеска оформил электронный ветеринарный сопроводительный документ на ароматизированный молочный коктейль со вкусом пломбира. Через 28 минут после оформления продукцию принял другой предприниматель из города Невиномыска Ставропольского края. Преодолеть расстояние между городами за такой промежуток времени невозможно. Управлением Россельхознадзора индивидуальным предпринимателю Кипкееву объявлено предостережение в недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Карачао-Чикесия стала одним из лидеров Северокавказского федерального округа по количеству проектов, победивших в конкурсах Президентского фонда культурных индустрий вместе со Ставропольским краем и Северной Осетии. В общей сложности федеральную поддержку получили 13 региональных проектов. На два первых конкурса фонда в этом году уже подано 16 проектов, что говорит о возросшем количестве и качестве проектов культурной направленности. В Черкесске прошли финальные конкурсные испытания в рамках оригинального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучшие учители родного языка и родной литературы». В мероприятиях приняли участие 11 лучших учителей родных языков из всех муниципальных образований Карачао-Чикесии. По результатам сумм баллов за оба тура победу одержала участница из Абазинского района Ида Дахчукова, которая осенью представит нашу республику на заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023». Напомним, в этом году он пройдет в Карачао-Чикесии. Призером второй степени стала Фатима Лайпанова из Карачаевска, ну и замкнула тройку лидеров Фатима Бодракова из Ногайского муниципального образования. Молодежь Карачао-Чикесии может принять участие во втором всероссийском конкурсе «Мой город – моя забота». Он направлен на создание благоприятных условий для социально-экономического развития территории страны с учетом мнений молодежи в формировании качественной окружающей городской среды. В соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда» к 2024 году в процесс благоустройства городов должно быть вовлечено не менее 30% активного населения. К участию в конкурсе, который будет проводиться в два этапа, приглашаются молодые граждане России в двух возрастных категориях от 12 до 17 лет и от 18 до 35 лет включительно. По данным организаторов, проведение конкурса в частности позволит выявить самые эффективные практики, инициативы и предложения в области формирования комфортно-городской среды, отвечающие современным социально-экономическим реалиям, а также повысить уровень вовлеченности молодежи в реализацию мероприятий в этой сфере. Начать бизнес со школьной скамьи могут ученики гимназии номер 19 после очередного урока цифры. Школьников познакомились с анализом в бизнесе и в программной разработке. А разработала урок компания 1С, учителем выступил ее представитель. Детям простым и понятным языком объяснили, где применяется анализ данных, зачем нужна аналитика при разработке программы, развитии бизнеса, какие инструменты используют сами аналитики. Словом, школьники поняли, что мир цифровых технологий шире, чем кажется на первый взгляд. И главное, каждый может выбрать специальность по душе, отметил заместитель министра цифрового развития Константин Андропов. На постоянной основе мы приглашаем именно ведущих специалистов со всей страны. Последний раз у нас присутствовали представители непосредственно Сбербанка, знаменитый Сбер, то, что они разрабатывают один из предыдущих разработчиков программного обеспечения. Сейчас у нас присутствуют 1С разработчики, тоже отечественное программное обеспечение, основные разработчики, вплоть до того, что у них свои языки программирования. Более полутора миллиона организаций именно принимают, работают на данный период времени именно с 1С. Более 130 молодых активистов Республики приняли участие во втором этапе масштабного проекта Российского общества «Знания» под названием «Ученый говорит». Спикеры рассказали о главных открытиях и актуальных идеях современной науки, космосе, тайнах человеческого организма, научных открытиях и инновационных IT-стартапах. Победителем баттла стал доцент, старший преподаватель, кандидат технических наук МАДИ, победитель государственной программы «Глобальное образование» Юрий Фурлетов. Школа актерского мастерства для детей с нарушением слуха открылась в Республике. Проект призван раскрыть творческий потенциал ребят и дать перспективу развития в сфере сценического искусства. Школа открыта на базе Карачавского театра «Мон Эльбрус». Занятия будут бесплатными и проводятся раз в неделю. Более 30 детей из разных районов республики планируют обучать с помощью преподавателей, которые будут переводить задания на язык жестов. Завершит обучение выпускной иммерсивный спектакль. Впоследствии дети, проявившие способности и интерес к актерской сфере, смогут участвовать в гастролях театра и конкурсах различного уровня. Ну и последняя информация. В Чечне прошли чемпионаты и первенства Северокавказского федерального округа по смешанным боевым единоборствам ММА, на которых Карачаево-Черкесию представлял Ибрагим Мамчуев. Наш спортсмен показал зрелищный и красивый бой, выступив в весовой категории 93 килограмма. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. 10 метров в секунду столбик термометра поднимется до 14 градусов выше нуля. На этом информационный выпуск завершен. В студии была Рита Нерова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия.